Заманить и удержать инвесторов задачи региональных властей. На заседании правительства области чиновники обсудили условия, созданные для бизнеса, и подробно разобрали показатели региона во всероссийском рейтинге состояния инвестиционного климата. Все субъекты страны были разделены на пять групп. В список А вошли лидеры, в Е – аутсайдеры. Ивановская область заняла золотую середину в группе С, 36 место из 76. В третью группу также вошли Ярославская и Нижегородская области, а также из недалеких соседей Вологодская. Заняв 30-е, 46-е места, соответственно, это Ярославль и Нижний Новгород. Вологодская область немножко отстала от нас. Вместе с тем, Костромская и Владимирская области, тоже наши ближайшие соседи, вошли во вторую группу, заняв 6-е и 18-е места соответственно. Губернатор недоволен местом в рейтинге. По мнению Павла Конькова, этот показатель – низкая оценка деятельности органов исполнительной власти. Он велел равняться на Кострому, брать с них пример взаимодействия с муниципальными образованиями. В районах нашей области назначены ответственные для внедрения лучших практик национального рейтинга. В Сейкове и Заволжске созданы рабочие группы, но активность деятельности низкая. Прежде всего, уважаемые коллеги главы муниципальных образований, я не возлагаю на вас ответственность за глобальные областные проекты. Но вот я сейчас сидел и размышлял, за время моей работы в руководстве области ни один из вас ни разу ко мне не обратился по вопросу затягивания процедур, регистрации, неблагополучия с вашими объектами малого предпринимательства. Почему? Для предпринимателей место в рейтинге – своеобразный маяк. Показатель, стоит ли приезжать в регион и вкладывать деньги. Поэтому необходимо создать комфортные, экономические, прежде всего, условия. Работать должны исполнители и законодатели. В первом чтении приняты поправки в 63-й областной закон в части струксидирования затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Принят закон о льготных ставках по налогу на прибыль организации, подлежащего зачислению в областной бюджет. Это касается повышения инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях, а также повышения активности инвесторов с точки зрения обновления производства. И это позволяет нам внедрить хорошо использовавшийся в конце 90-х годов, начале 2000-х, механизм реинвестирования прибыли. В рамках рейтинга выявлено, что в прошлом году для получения разрешения на строительство необходимо было выполнить 19 процедур. По этому показателю область заняла место в предпоследней группе «Д». Губернатор попросил комментария. Только три – это выдача градостроительного плана земельного участка, проведение экспертизы, проектной документации и выдача самого разрешения. Вот эти три осуществляют органы власти. Все остальные – это субъекты непосредственной инфраструктуры, сетевые организации. При установленных законодательством сроках на осуществление трех процедур от 85 дней до 100, в 2014 году органами власти данные процедуры осуществлялись в среднем в течение 57 дней. Значит, все претензии к работе не чиновников департамента, а к сетевым организациям. Позицию предпринимателей озвучил Марк Геллер. По его словам, рейтинг важен не только властям, но и бизнесменам. Предприниматели, я хочу, чтобы здесь все это поняли, воспринимают деятельность власти в целом. И это вопрос не только процессный, это вопрос психологический, вопрос именно восприятия со стороны бизнеса той деятельности, которая ведет власть в регионе. И в этой связи, я считаю, что нам необходимо двигаться намного дальше, чем предусматривать стандарт. Подчас требуются действительно быстрые и креативные решения по поддержке и заботе о предпринимателях. Губернатор остался недоволен работой департамента экономического развития. Отметил, что исполнительные власти недостаточно серьезно подходят к рейтингу. Важно проанализировать провальные пункты и устранить недочеты. Акцент необходимо сделать на поддержке малого бизнеса. По статистике, малый бизнес в госзакупках у нас в регионе почти отсутствует. Значит, мы с вами такие условия создали. Мы с вами прекрасно понимаем, что в период экономического кризиса госбюджет, участие в госзакупках – это серьезное подспорье любого бизнеса. Потому что это все-таки относительно стабильный заказ. По информации регионального правительства, в следующем году рейтинг состояния инвестиционного климата будет расширен. Оценят эффективность процедур по подключению газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Павел Коньков отметил, что бизнес нуждается в послаблении со стороны властей. Конечная цель – вовсе не рейтинг, а благоприятные условия для предпринимателей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.